здравствуйте дорогие друзья вот театр поэтов вновь в ваших телеэкранах имеется ввиду моя авторская программа меня зовут владимир антипенко и сегодня ко мне в гости пришли два гостя давайте я их представлю это алексей жуков здравствуйте алексей художник но мы позже про него подробнее все расскажем и еще ко мне пришла тоже поэт креативный продюсер поэт ольга король бородюк здравствуйте да у нас такая традиция сначала наши гости в себя творчески проявляет поскольку театр поэтов стихи вот собственно это право ольги и предоставлено пожалуйста ну я наверное начну со стихотворения о питере как традиционно мы все питерцы нескончаемый друж петербургских ветров при дыхании гордыни престольной столицы в этом странном пространстве болот островов так легко заплутать так легко заблудиться заплутать в коридорах его немоты в неоконченных фразах его лихолетий он свой образ утраченный зрит с высоты где-то рядом блуждая в четвертом столетии словно призрак парит над огромной водой распластав над домами свинцовые крылья он все ищет все ждет примирение с собой охраняя ревни в легенды и были здесь на дыбе него здесь на дыбе мосты здесь встают на дыбы обогренные шпили только странный калаш снова ангел мечты вдохновенно взмывает из крови и пыли оказалось застыл между двух берегов мертвый город эскиз на стекле нарисован он изменится снова не верите его слишком сдержанным краском и правильным формам не удержит гордыня сусальный покров явит скипетр и жезл брызнет золотом в лица его тысячи обликов масок и слов так легко заплутать так легко заблудиться ольга король бородюк свое стихотворение нам исполнила исполнила и собственно теперь мы переходим к алексею жукову и собственно вы как бы как как бы вдвоем вот почему вы на эфире здесь у нас объединяя не только любовь к петербургу нас объединяет общий совместный проект который мы с ольгой ведем собственно мы занимаемся организации выставок и других мероприятий театральных поэтических всевозможных концертных вот в том числе я помню в конце прошлого года мы делали помогали вам делать премию не хлебникова гости на дворе собственно это премию послушайте имени велимира хлебникова точно и собственно гостиный двор это наша одна из основных площадок где собственно у нас прекрасно вы до сих пор там продолжаете ну к сожалению нет сейчас другие проекты лёш но мы тебя позвали то что сам художник безусловно правильно безусловно хорошо ой вот ты алексея давно узнаешь у тебя есть какие то комментарии про алексея что он за художник да безусловно алексей выпускник мухи с мухинским училищем пардон барона штиглица нынче называется мы очень дружим и в общем то все все вот это поколение лёшина она каким-то образом перекочевала к нам и мы пытаемся сейчас оказать поддержку молодым художникам которые в общем то лишены площадки то есть негде представлять им свои работы и проект наш в основном сводится к поддержке именно современного искусства и особенно молодых авторов поэтому в первую очередь это конечно выставки молодых художников и гостиный двор он наверное собственно дал толчок вот когда мы создали галерею в гостином дворе это были первые выставки которые мы делали совместно но в данный момент эта ситуация уже далеко вышла за рамки какой-то локальной площадки мы пытаемся сейчас организовать выставки на разных площадках и даже не только в питере ясно но недавно вот у алексея как у художника лёш у тебя была выставка правильно была выставка да и было несколько живут за последнее время начиная с нового года их прошло аж 4 лично твоих лично моих наверное там ждут люди то чтобы показали какой-то художник как ты к этому относишься показали но если будешь рассказывать что-нибудь ну ауля ты помогай они не пожалуйста нам первый блок вот наших фотографий картиночек что это за выставка где происходило что сейчас будет эта выставка последняя на самом деле была совместная это было уже не персональная проходила библиотеки на васильевском острове кроме меня участвовал еще несколько художников среди них именно зюзина анастасия низкой некоторые другие соответственно я был довольно скромно представлен то что вот буквально в последний момент меня позвали ну давайте еще раз попросим по показать картинки все-таки нашим телезрителям пустить о пошло наконец-то кто это такие люди там это гости гости это где в библиотеке до библиотеки да вот этот и собственно стою на фоне своей работы работа называется грозные лики зимы это что это у нас мы коллективный потом плакат рисовали в конце выставки тоже гости один из это влад привет влад прилепский до один из художников участников выставки снова с гостями девочка маленькая там рисует смотри что-то у нас молодых поддерживаю вот опять же мы с гостями смотрим работы разрисовываем плакат после уже открытия выставки ты довольна так прекрасно открытие это большой праздник это на самом деле большой большой объем работы нужно проделать чтобы открыть выставку я вот говорю сейчас не только как художник но и как человек который собственно сейчас мы кстати доберемся до картин там покажут покрупнее твоя картина конечно а вы были на выставке на этой конкретно нет потому что у меня был большой проект это время такая финальная стадия подготовки 7 мая детский проект премия оскар добрые руки в которой вот собственно говоря вся команда наша тоже принимала участие на другой выставке ты была я так ну конечно конечно сахович насколько я понял да поэт петербургский да ну вот они твои работы господа смотрим картины художника алексея жукова оп что это так это у нас африка африка все работы маслом принципе я редко пишу с натуры для меня успевай по картинкам что-то говорить название да мы хотя бы в раздумье это вечер кухня на из моих любимых она небольшая но вот очень интересная питерская это петербургский вечер называется нормально такой вечер последних работ это вид с крыши про эту работу надо вообще говорить отдельно как она создавалась по крыше это малевич это нет это моя работа но естественно есть есть переклички грозные реки зимы чертики только одна из моих последних работ идеальный тип женщины это подарок в одному прекрасному музыканту которые 2 ставили в тебя это дух это кайлас кайлас это один из моих любимых режиссеров ларс фон триер портрет это называется между им и янь кто из них женщины это называется петербург как как банально быть не звучало но одна и та же из моих любимых работ север севера что север работ создавалась петрозаводске собственно вот впечатление карелии было сделано это просто сон номер один называется это почти понятно что и раз да спасибо тут может быть надо будет конкретно по каким-то работам говорить а еще мы их покажем как ближе к концу еще покажем еще раз но ты можешь в общем сейчас рассказать в общем я могу сказать что меня вдохновляет авангард в первую очередь как художника меня вдохновляет импрессионизм а женщины вдохновляют безусловно слушай у нас женщины женщины она боя давай ее попросим стих прочитать конечно ольга король бородюк программа все таки театр поэтому но я наверное опять питерская прочитаю но он такое немножко другое это буквально два дня назад у нас туман туман как в бане и межсезонье липкий кнут годами ветер дождь годами и все бегут всегда бегут прокисший воздух жмет сосуды бегут как рыбы от блесны в подмышке улиц блага многолюдных от затянувшейся весны писатели коропая строчки грызя как лошадь у дела карандаши в одних сорочках бегут как мама родила бегут от творческих агоний ветров депрессии тоски очередных промеж сезоний сдирая на ходу чулки бегут звеня стеклопосудой художники напрасный труд бегут офелий гертруды музыканты все бегут бегут борясь сезонной ленью к подножию былых весот спастись в четвертом измерении пытаясь от тоски болот вот болото так нас всех кашлять заставляет петербургский спасибо ольга король бородюк но еще алексей жуков сейчас мы смотрели его картины лишь теперь вот комментарий можешь еще что-то сказать о себе это особи чем живешь где работать я преподаватель преподаю дизайн вот уже после окончания как института штиглица уже второй год преподаю очень интересная работа честно говоря вот когда учился бы никогда не сказал что буду преподавать пошел работать поднял что моё вот настолько здорово работать с людьми настолько здорово учить их и что-то доносить до них это в том что добрый дети любят дух не только детей взрослых терпеливые все терпишь я когда вот сотрудничал по премии вот особенно с алексеем особенно с алексеем тут я понял что добрый терпеливый человек без этого никуда в наше время за это никуда мы то ссоре такие темпераментные взрывчатые художники кстати все добрые есть еще комментарии у вас какие-нибудь по поводу всего что здесь происходит ну я хочу сказать по деятельности наш совместный по работе мы пытаемся еще раз хочу вернуться что мы все-таки пытаемся продвинуть наше творчество питерское потому что наверное почва питера особенно благодатна для этого и атмосфера такого вдохновения атмосфера выпрыгивания из болот о которых я говорила она создает наиболее такие сильные прыжки когда мы попадаем на кочку то мы прыгаем особенно высоко и поэтому вот сами художники болоте не попрыгаешь особо вот вот поэтому это закаляет три шага уже устал три шага да да именно поэтому душевная сила наверное у питерских людей очень велика наиболее велика и поэтому питер такая особая благодатная почва творческая и наверное очень много у нас интересных художников поэтов музыкантов тоже поэтому отчасти рождается и наша задача вот каким-то образом способствовать их продвижению и в данный момент вот формируется такая прекрасная совершенно команда нас все больше в которой присутствуют представители совершенно разных разных направлений творчества вот например наталья белихова великолепный совершенно художник по костюму это театральная мастерская наталья белихова и мы все помогаем друг другу вот наталья например на твои премии помогала послушайте да у нас была костюмированная там история в начале алексей алексей был там как актер так лёша был ангелом самая главная роль но тем не менее вот и наталья у нас одевала всю актерскую часть и вот сейчас тоже на премии оскар добрые руки она участвовала вот именно в этом плане шила костюмы для детей на награждение поэтому вот такие сказать вот эта вся атмосфера взаимной помощи она очень важна для питера потому что если люди сами по себе они не смогут как мы сейчас спросим как у вас со взаимопомощью как 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 тебе их как тебе твоя организация их прекрасно прекрасно я вот если что-то нужно помочь мне будь то на бытовом уровне там привести картины может быть выступить на открытии выставки почитать стихи я всегда могу обратиться к ольге гороль бородюк ты уникальный я знаю что я получу эту поддержку и это очень здорово когда за тобой вот стоит человек который готов типа кроме того ольга совершенно замечательный человек душевный очень тонкий я тоже душевный владимир ну про вас вообще отдельно хорошо у нас просто приготовлен такой сюрприз маленькое вкрапление можно вот следующий блок небольшой фотографии и сразу говори что это такое ладно вот что это такое это марина чен поэт это собственно моя дебютная выставка которая проходила в одном из небольших клубов петербурга собственно здесь да и марина чен была в качестве дебютное где место саммар бар это все понял это ольга смотрите и ольга да и марина чен были и несколько ребят музыкантов знакомых и пользуясь случаем хочу им передать привет сказать большое большое спасибо за то что ольга привет спасали выручали меня помогали помещение был на самом деле небольшое но очень очень душевное было открытие вот светлана чистякова сам подбирал фотографии опять же спасибо друзьям которые пришли пофотографировать то есть вот все сложилось так как должно было сложиться такая дружная дружно опять же помещение очень маленькая все было тесно очень-очень уютно здорово прошло совершенно феерически а потом у тебя ты грешу то 2 2 2 выставка была в библиотеке мы видели ее мы еще посмотрим фотки и еще ты говорил что у тебя 4 выставки где еще 2 до значит была еще выставка в клубе нико находится он дед еще было и на марха я знаю марха я хорошо и у меня тогда такой вопрос можно задам его алексей конечно лишь как ты сам вообще относишься к современным художникам ну своим коллегам не я не имею ввиду который ближе не ближайшие вообще следишь за этим процессом слежу конечно есть какая-то критика у вас там очень ну вообще в современном искусстве много профанаций это большая проблема кто-то ведь и тебя назовет так безусловно ну сколько людей столько мне не чувствую лично для меня зачастую бывает сложно да даже вот учитывая что я художник сам пишу и есть какой-то опыт сложно определить а почему вот это сейчас на волне почему это модно а почему другое нет потому что все таки у каждого свои критерии и у художника свои критерии у искусство это свои критерии у продавца галериста третий критерий то есть что мне удается до совместить себе вот оценку как художника и как нет модным не стоит такой задачи можно продать за рубль а можно продать за миллион долларов дальше зависит от пиара от личных связей и так далее безусловно от но что эта картина она конечно она бесценна но как художнику краски нужны правильно и холсты хотя бы кушать что-то нужно и краски холсты за квартиру платить опять же не стоит задачи продавать во что бы то ни стало то есть писать на параде а тебе кажется что в последнее время можно эти перебивки на секунду отступление быстро что вот последнее время вообще люди искусства в любом жанре в поэзии там где угодно мы живем как в шарашках в эти в советское время там вот они делали науку там ядерную бомбу изобретали вот так же и мы живем что-то делаем творим стараемся вот нам еду конечно дают там жилье у нас есть даже женщины надо есть там все вот ладно все я свое мнение сказал ольга давай стихотворение слушай а можно мы пустим сейчас блог ну вот этих вот картин твоих да или ты хотел про них что-то сказать я вот хотел вот хотел тогда стихотворение а потом картина отлично а то я могла бы как сопровождение поехали да а давайте 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 есть даже стихотворение такое подходящее вот этот случай наполни душу мою как чашу сладким вином пролейся на губы ласковым кожу щекочущим солнцем теплым зовущим разлейся по телу пусть за спиной моей будут крылья сильные белые вечные будут чтобы колышащий воздух ветром я в синеву за тобой летела ночью густое в цепице беды не вузу за тобой летела опа попали слушай вообще попали и оль так картинки так классно попадали в твое стихотворение ольга король бородюк можно остановите пожалуйста просмотр картинок пожалуйста это вдохновение покажите нас живьем слушай вообще да вот мы сейчас наблюдали вот ты читала и менялись вот эти вот ну вот оно такое видишь это так редкость когда синтез получился удачно симбиоз настоящий творческий да хорошо а Леша ты что хотел сказать я вот хотел еще сказать вот интересную тему мы затронули о том вот как художник должен жить да вот рубль или миллион и тут на самом деле встает вопрос а для чего ты делаешь для чего ты собственно творишь будь то пишешь стихи будь то сочиняешь музыку или занимаешься живописью то есть ты хочешь продать или ты хочешь привнести в этот мир что-то от себя в первую очередь вот ну как хочешь перед девушками это безусловно но это как бы вторично то есть человек конечно не может жить без этого не может без девушек без хлеба и без какого-то признания это все так может может без хлеба не может без девушек может без девушек сложно тут важнее чувствуется удовлетворение от своей работы о том что ты создавая работу опять же живопись там стихотворения или произведение музыкально ты что-то привнес от мир какую-то энергию позитивно ты чем-то обогатил ты что-то отдал пошел дальше пошел дальше грубо говоря стал еще мудрее еще сильнее еще все-таки хочется мудрее силе числаны тут не идет сравнение с кем-то другим ты только относительно самого себя становишься лучше и вот нет же предела для роста для совершенствования это прекрасно и творчество в этом человеку очень помогает предел есть он ограничен только возраст времени на самом деле мне кажется что человек который действительно творит создает что-то да он самый наверное жесткий критик для себя самая жесткая критика то есть него что человек говорит но сам-то для себя он все знает и все понимает и поэтому другое дело что кто-то боится в этом признаться кто-то не боится на самом деле вот сама критика вещь очень суровая поэтому я думаю что его ты лишь тоже то же самое не исключение как смерть относитесь отмечать смертен ты лишь нет предел совершенству есть может там душе нет предела совершенства вот когда ты извините тебя не будет картины больше рисовать на этой земле никто не будет ну как никто бы другие художники я имею ввиду твои что поделать я к этому отношусь просто я вообще верю в реинкарнацию и поэтому считаю что ты какой-то этап жизни совершаешь здесь переходишь в одно состояние и живешь дальше уже но естественно все это важно то что ты делал здесь насколько опять же ты был честен по отношению к самому себе не придавал ли ты в себе что-то есть одно стихотворение как раз вот на эту тему и чтобы не комментировать она очень короткая я хочу умереть и воскреснуть и узнать что такое смерть испытать пустоту и вечность и воскреснув ее воспеть раствориться пропасть исчезнуть как в горах одинокий крик и застыть первозданной бездной между строкой и мудрых книг и взмывая к стопам еговы искры света во свет влететь чтобы вернуться собой но новый все познавший и жизнь и смерть спасибо поэт только король бородюк сегодня была в гостях у владимира антипенко владимир антипенко руководитель театра поэтов послушайте санкт-петербурге да в интернете все можно найти ребята и алексей жуков художник да вот господа ну надеюсь что мы еще встретимся конечно за сегодня пока мы прощаемся вот надеюсь что мы что-то там кому-то кита все-таки добрые слова пусть пусть не от ведущего да пожалуйста я еще хочу вот пользуюсь случаем да быстро-быстро напомнить всем зрителям что с 13 числа начинается кинофестиваль в плане поддержки друг друга кинофестиваль виват кино россии по кинотеатру города приходите пожалуйста ура